Друзья, приветствую вас в центре поиск и европейских студий. Я вижу новые лица, поэтому скажу вопросов про центр. Центр был в основном в 1937 году как исследовательский центр для исследовательских проектов, которые бы рассматривали место Украины в европейском, в общем европейском, в культурно-историческом, в самом политическом пространстве. Я буду коротко, Крым – это Украина, Украина – это Европа. Поэтому сегодня мы собрались здесь, это уже пятая лекция из серии лекций про Крым. Можно сказать, в годовщине аннексии, потому что началось в начале марта, мы говорили про северное, причем на море мы говорили про хрустское транспорт, мы говорили про революцию в Крыму и Крымскую Народную Республику, так именуем. И сегодня будем говорить про длинные 50 лет, длинные, тяжелые. И сегодня у нас Ульна Рабикирова, как она сама в Анонсе указала, до недавно, до последнего времени доцентами на все телеканалы АТФ. Мы все понимаем, почему до недавно и я передаю слово. Спасибо, дякую. Добрый вечер, шановные друзья. Здесь я вижу своих... Слышно меня? Плохо погромче, да? Я вижу, что здесь, в общем-то, студенты, люди интересующиеся. Я вижу моих соотечественников, которые, в общем-то, все то, о чем я буду говорить, прекрасно знаю. Поэтому я, конечно, хочу понять, что вам будет интересно и что вам будет, ну, мало, ну, не очень интересно, мало интересно. Что вам будет интересно, начиная с 44-го по 91-й год, так сформулировала моя тема. То есть я занимаюсь... Я кандидат политических наук, но я занимаюсь политической историей. То есть я, по сути, историк. Я вела историческую программу, я этим занимаюсь. Ну, а политология, ну, все, у кого в жизни что-то не сложилось, они все политологи, да? Все, которые ни на что больше не способны, они все теперь называются политологи. Вот. Ну, или как? Так, или пойдем по хронологии, депортация, да? Нормально? Это не будет? Ну, если это будет очень скучно или понятно, вы тогда останавливаете и говорите, что это вы уже знаете. Хорошо? Ну, что? Ключевое событие в истории крымских татар 20-го столетия – депортация. Так, ну, здесь как-то у меня срезано, да? Не видно? По 19-му столетию у вас была лекция, да? Это, наверное, неинтересно. По Крымской ССР у вас была лекция, она тоже вам уже известна. А вы можете рассказать, на самом деле, по коронизации? Ну, тогда мы застрянем в Крымской ССР, и мы сдадим. Ну, не, я могу сказать в двух словах, то есть очень концептуальные вещи, например, о Крымской ССР, то, что я думаю, да? Собственно, Крымская ССР – это тема, если мы будем долго на этом останавливаться, то тогда начнём, когда до 44-го недели. Поэтому я скажу только то, что мне кажется принципиально важным, да? Я думаю, что, конечно, Крымская ССР, в общем-то, в том, что касается статуса, повышения статуса крымских татар, конечно же, было шагом вперёд. Потому что после 100 с лишним лет унижений, после, ну, действительно, унижений эмиграционного процесса, потери государственности, конечно, крымские татары в статусе несколько, ну, скажем так, положения улучшили. Но, по сути, конечно, она была, в общем-то, такая очень дуалистичная, такая очень двоякая, и никакого золотого века, как пишут некоторые, историки, конечно, не было. Были 2-3 года такого позитивного развития. Но 25, в частности, вот как позитив, я рассматриваю, ну, конечно, то, что все первые должности, то, о чём мы вот говорили, статус, да? Все первые должности, в принципе, занимали крымские татары. И вплоть до сейчас эти все вещи малоизвестны. И даже к моему удивлению, например, в 40-м году главой парламента была женщина, крымская татарка. Сегодня мы даже не знаем её имени. Мы даже не можем остановить, ну, историки, да, её биографию, куда я только не обращалась, к кому я только не обращалась по поводу этой женщины. Вот по этим всё подчиняем. Вот в этом плане, конечно же, крымские татары получили, ну, такое, некий такой позитивный шаг в своём развитии. Это был позитивный шаг в таком развитии, как этноса, как такой общности, да? Ну, конечно же, если бы крымские татары разбивались в рамках демократического государства, то, конечно же, и депортации бы не было, и, в общем, всё было бы совсем иначе, да? Вообще, конечно, это была по форме, ну, такая советская автономия. То есть как бы она была и национальная, и территориальная, и национальная, ну, то есть и не та, и не ся, да? Вот. Ну, в общем-то, это более-менее понятно тем, кто изучал, ну, другие автономные образования, да, этого периода, 20-30-х годов, понимает, о чём я говорю. Ну, конечно, главная проблема – это масштабные репрессии, коллективизация, индустриализация, и всё, что с этим было связано. И, конечно же, сегодня у нас 16-е, а завтра у нас вот трагический очень день для крымских татар, 17 апреля 1938 года была расстрелена целая плеяда крымско-татарской интеллигенции. Это были и руководители автономии, такие как Абдуриим Самигенов и Взимусадьев, это были и виднейшие, ну, наверное, самый крупный этнограф Крымской эссе Русиин Баданинский, это был и историк, и педагог, философ, филолог Османов Чукраклы, и многие-многие другие, несколько десятков человек. И, конечно же, вот такие обстоятельства, которые были, конечно же, характерны не только для Крымской ССР, но для Крымской АССР. Собственно говоря, вот этот расстрельный такой список начался с Крымской АССР, потому что первым из руководителей республик национальных был расстрелян Вилли Ибраилов. Ну, а дальше уже это, ну, мы даже уже не можем восстановить имена этих руководителей, они настолько менялись быстро, вот в связи с такими масштабными массовыми репрессиями. Ну, и потом началась в 1941 году, пришла трагедия, в Крым она пришла в первый же день, 22 июня, война. И это, конечно же, та трагедия, которая предопределила последующую судьбу крымских татар, всего, да, Советского Союза, но крымских татар в особенности, поскольку, значит, и почему, собственно говоря, даже вот национальное сознание крымских татар, да, совершенно по-иному вот это событие отпечатывалось, да, то есть для кого-то это Великое Отечественное, а для крымских татар это, конечно же, потери военные плюс депортация. И это никогда не нужно забывать, потому что, в общем-то, потери при депортации были, пожалуй, даже тяжелее, чем военные. Хотя крымские татары тоже, естественно, были мобилизованы, естественно, тоже пострадали. Итак, значит, 10 мая 1944 года, уже после освобождения Крыма Красной армии, то есть, ну, вскоре, да, Берия внес на рассмотрение Сталину в проект решения Госкомитета обороны о выселении всех татар с территории Крыма, учитывая предательские настроения, учитывая предательские действия крымских татар против советского народа, исходя из нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине Советского Союза. И уже 17 мая 1944 года постановление ГТО о крымских татарах было объявлено партийным советским руководителем Крымской ССР, и в ту же ночь началась депортация. Этапирование длилось, ну, порядка, на самом деле, двух недель, около месяца, ну, не больше месяца. И сопровождалось массовой гибелью депортированных. Официальная цифра 191 человек, но она не соответствует, конечно, действительности. И по данным отдела спецпоселения КВД ССР в ноябре 1944 года в местах поселения оказались около 193 тысяч крымских татар, из них в Узбекистане. Большая часть около 151 тысячи, а здесь, ну, вот, не знаю, не видны цифры. То есть основная часть все-таки была депортирована в Узбекистан. Ну, некоторые области российские, в Мариинскую, АССР. И, значит, я хочу обратить на ваше внимание, что уже в первые же вот эти пять месяцев смертность составила около 11 тысяч человек. И, то есть, это, в общем-то, не так мало для малочисленного народа, да. Это были официальные цифры, я подчеркиваю. Считали тогда, ну, понятно, да, что, ну, все, кто занимается историей Советского Союза, знают, да, что цифры официальные и цифры фактические могут отличаться. И все, кто занимается историей крымских татар, ну, уже вот эту вот такую особенность заметили, да. И в этом смысле, конечно же, ну, даже 10 тысяч для пяти месяцев, это много. И далее мы, да, и, значит, в следующем году смертность была выше. Я здесь говорю именно об официальных цифрах. То есть, за первые два года высылки официальные, то есть, смертность составила около 30 тысяч человек. И это примерно около 20% выселенных. Но статистика крымско-татарского национального движения гораздо выше. То есть, она выше более чем в два раза. И речь идет о 46,2-х, вот по той самой статистике, которая была проведена в 60-х годах активистами национального движения путем подворного, ну, обхода, да, опроса. Ну, у меня дед участвовал в такого рода исследовании. Он провел и очень подробное исследование по своей деревне. В деревне Аджименды, это Керчен, она ныне не существует, как и многие керченские деревни. И из 242 жителей умерло в первые три года 111 человек. Это порядка 37, ну, чуть-чуть больше процентов. То есть, вы, конечно, будете интересоваться статистикой, потому что статистику национального движения, ну, по крайней мере, российские историки считают завышенной. А, значит, я думаю, что если считать, что истина где-то посредине, то, во всяком случае, 33-35 процентов смертности, я думаю, что все-таки было. И это понятно, да, что треть погибшего за три года этноса, это очень много. И понятно, да, что вскоре состоялись, через месяц состоялись депортации других малочисленных крымских этносов. Греки, армяне и болгары также были изгнаны. И, в принципе, уже после этого, понятно, что Крым представлял собой совершенно какое-то другое образование. И Крымская АССР превратилась в Крымскую область в составе РСФСР. Ну, а в 54-м году, как вы знаете, вошла в состав Украинской АССР. И, что значит, так, мы уже в национальном движении, да, нет, еще, наверное, рановато. Так, ну и, конечно же, мы можем здесь говорить о том, что таких массовых, конечно, политических протестов в местах спецпоселений быть не могло по определению. Потому что комендантский режим предполагал ограничения в передвижении. В 48-м году вообще произошло такое ужесточение режима настолько, что люди, которые переходили за пределы области своего проживания, первый раз получали предупреждение, а следующее вот такого рода нарушение уже каралось ссылкой. И, конечно же, тут уже можно было говорить только о таких единичных актах отчаяния. Ну, они были, правда. И мы можем назвать недавно умершего поэта Идриса Асанина, который там за свои стихи о Крыме получил 25 лет в лагерей. Но, к счастью, уже в период утепеля уже вышел на свободу. И, в общем-то, естественно, важно здесь отметить, ну, потом, если что-то вам будет интересно по этому периоду, вы зададите мне вопрос, но важно здесь отметить, что, конечно же, крымские татары ни на одну секунду не допускали, даже в этих ужасающих, действительно ужасающих условиях, что они останутся в местах изгнания. И всегда мысли были о Крыме. И, конечно же, когда в 56-м году началась, ну, естественно, либерализация началась после смерти Сталина в 53-м году, но это был процесс, документы, в общем-то, показывают, что процесс этот был непростой. И вопрос о том, кого возвращать, а кого не возвращать, очень активно, в общем-то, муссировался, да, в кулуарах власти. И, значит, тем не менее, окончательное решение вот такое вот было, я бы сказала, ну, не совсем справедливым, потому что значительная часть выселенных депортированных народов вернулась в места изгнания, а крымские татары, немцы, турки-мескетинцы такой возможности не получили. И вот, конечно, на этой развилке истории, конечно же, я считаю, что история здесь распорядилась, ну, мягко говоря, не очень справедлива. И вот, но, тем не менее, это было именно так. Но вот это самое обстоятельство, то, что крымские татары так и не получили официального разрешения на возвращение в Крым, стало причиной появления такого удивительного феномена, как национальное движение крымско-татарского народа. Естественно, значит, многое вы об этом знаете, особенно сейчас об этом многое говорится. И я, честно говоря, вот только сейчас стала осознавать до конца, да, насколько же мужественными были наши, ну, предки, можно сказать, предки, наши вот прародители, о которых я попытаюсь сейчас в двух словах сказать, потому что все-таки протест в 60-х годах, это была вещь, ну, очень серьезная. Ну, и если можно, я в двух словах все-таки расскажу о каких-то политических процессах. Ну, например, вот дело Энвера Сиперова и Шепкета Абдурахманова. Так, значит, в 56-м году, в двух словах, состоялись первые петиции в адрес власти. Они были достаточно, ну, во-первых, они были подписаны людьми, которые, ну, в принципе, представляли собой партийную правительственную элиту. Это были первые лица автономии, руководители партизанского движения в Крыму. И, естественно, кстати, и Амед Хан Султан одно из подписал обращения, все вам хорошо известные. И, таким образом, крымские татары, конечно, хотели продемонстрировать, что они законопослушные граждане, они никакие не предатели. Они хотели бы, ну, естественно, если там стоит подпись дважды Героя Советского Союза, да, или руководителя партизанского движения в Крыму, то вполне понятно, что, ну, логика здесь простая подсказывает, что это люди более чем лояльны в власти, и они никакие не предатели. А раз мы не предатели, в общем-то, имеет смысл нас вернуть на родину, да, ну, собственно, за что же нас изгнали, да. Но не тут-то было. Вот все действительно хорошо делать вовремя. И вот случилось то, что случилось. Изгнали, а вернуться уже не возвращают. И в этом смысле, конечно же, для нас очень значим вот этот опыт людей, которые очень упорно пытались вступать в диалог с этой властью, которая, в принципе, к диалогу, коммуникации была не способна. Но, к сожалению, вот этот диалог с властью у крымских татар был очень ситуативный. То есть, с одной стороны, крымские татары даже были приглашены, вернее, не приглашены, а добивались встреч с первыми лицами государства, с Анастасом Микояном в конце 50-х, с Брежневым, он был тогда руководителем одного из отделов, ну и так далее, да, с Крущевым, правда, встретиться не удалось. Но, тем не менее, все их воззвания, петиции подсчитывались. И результатом, как правило, были лишь репрессии в адрес вот этих самых действительно очень законопослушных граждан. И, в принципе, вот эти самые законопослушные мирные обращения во власть, они ничем не заканчивались. Но, естественно, время идет, и на смену одному поколению вступает в жизнь другой. И, собственно говоря, вот здесь, в начале 60-х, уже на арену истории выходят молодые люди, которые во время депортации были детьми, либо, значит, только родились. И вот, например, я хочу сказать два слова о деле Энвера Сиферова и Шевкета Абдурахманова. Это для меня, ну, такое очень дорогое дело, потому что, ну, как для историка, потому что в Аркиве нашла очень много ценных документов. И, например, листовку, которая начиналась словами «Господа коммунисты». И она очень жестко оценивала и действия власти. Вот, и, так, значит, здесь вы видите Энвера Сиферова, это Шевкета Абдурахманов. И в первой листовке, в общем-то, речь шла о том, что, вот, господа коммунисты, 16 лет без суда и следствия, наш народ разбросан по разным углам Советского Союза. Ну, и вот последние слова. Крым наш, и рано или поздно вы признаете. У нас сегодня одна цель, родина или смерть, вы скоро почувствуете. И подпись «Союз Крымской молодежи». Ну, на самом деле, этот самый союз, конечно, представляли всего два человека. Энвер Сиферов и Шевкетов Абдурахманов. Ну, вообще-то, по такому настрою листовки, я думаю, что это все-таки писал Энвер Сифер. Она, конечно, декларативна, как и любой документ, ну, вот такого жанра. Но, в общем-то, суть совершенно уже не та, что вот в этих самых мирных и посланиях во власть, которые отличала, значит, территорика представителей более старшего поколения. Ну, и печальный был итог всего этого. Семь и пять лет, соответственно, исправительно-трудовой колонии усиленного режима получили фигуранты этого процесса. Ну, в следующем году, вернее, в конце этого же, 61-го года, возник так называемый «Союз Крымско-Татарской молодежи». И, ну, собственно говоря, лучше всех о нем написал Мустафа Джимилев в своем письме Петру Григорьевичу Григоренко в 68-м году. Ну, то есть, в принципе, по горячим следам. Джимилев в 62-м году, в конце февраля, встретил в библиотеке своих молодых соотечественников. Разговаривались. И выяснилось, что вот есть такая молодежная, ну, уже организация. И, что интересно, ну, вы знаете, да, что Мустафа Джимилев очень стремился всегда, а может быть, не знает, ну, кто-то знает, кто-то не знает, ну, в общем, он стремился заниматься гуманитарными науками, там, историей, лингвистикой и так далее, да. Но ничего у него из этого не выходило, поскольку он, в общем-то, очень рано включился в борьбу за права крымско-татарского народа. И что из этого получилось, мы уже видим как раз по делу Союза Крымско-татарской молодежи, потому что буквально за, ну, несколько собраний, и, очевидно, там, ну, не знаю, считается, что там, вот, среди этих ребят, был, ну, стукать, что называется, да, сотрудник органов, потому что, когда начались допросы, буквально, ну, все было рассказано о том, что там происходило. То есть следователи во время очень длительных допросов рассказывали, то есть они знали все. И это, конечно, наводило на мысль, что там был просто, ну, кто-то с диктофоном, кто это все, значит, передавал. Ну, и все-таки пресекли эту деятельность очень быстро, буквально там за 3-4 месяца. И, ну, у меня, правда, есть подозрения, кто это мог быть, но это ладно, поскольку тут уже о стукачах, это особый разговор, он очень интересный. И поэтому, значит, тут я даже могу сказать на камеру, вот я первый человек, кто очень ждет открытия архивов всех. Потому что для нас это, то есть мы, например, подозреваем, да, что некие люди сотрудничали с органами национального движения. Они сейчас называются ветераны национального движения. Но я вам даже не могу назвать вот имена этих людей, хотя я на 99,9% уверена, что один из тех, кого сначала арестовали, а потом отпустили, вот он как раз и был тем человеком с диктофоном, который все это дело потом передал. Он до сих пор, прошло 50 лет, а он до сих пор числится ветераном национального движения. Он потом 50 лет еще был на всех собраниях, везде, где его только не носило. И сейчас он, если вы увидите, там, например, из Айсереза, там, встречу мастер-факана в прошлых лет фотографии, он всегда с ним рядом сидит. Но я фамилию не могу назвать, потому что я догадываюсь об этом как исследователь, исследователь, по каким-то косвенных признакам. А прямых доказательств у меня нет, потому что органы своих агентов, стукачей, к сожалению, пока имена не раскрывают. А жаль. Ну, это ладно, это я уже отступила, значит, далеко назад. Но, тем не менее, после того, как произведено было несколько арестов, самыми главными обвиняемыми были признаны вот эти двое молодых ребят. Значит, посредине. Ну, кстати, вот это вообще удивительная фотография. Крайний – это инверситера. Вот из предыдущего процесса, да? Посредине – Марат Амеров. А это Сейтамза Амеров. То есть так получилось, что вот из двух политических процессов люди оказались на одной этой удивительной фотографии. Ну, и получили они, в общем-то, тоже прилично. Соответственно, Марат получил пять лет, а Сейтамза – четыре усиленного режима. И, в общем, провели они эти годы от звонка до звонка в мордовских лагерях. И потом, значит, естественно, все ребята, ну, практически все ребята в той или иной степени, кто участвовал в деятельности этой организации, пострадали. Кто-то был вынужден покинуть вуз, один молодой человек покончил жизнь самоубийством. Ну, а Мустафу Джимилева взяли, что называется, на плотный карандаш. Вот как раз за написание этой самой работы. Очерка истории Крыма. И дальше мы движемся к первому, то, что я называю, первый процесс Мустафы Джимилева, да? Потому что дальше уже было много процессов. И это тоже очень интересное дело, потому что, ну, формально его судили за то, что он, значит, что называется, не захотел служить в Советской армии. Ну, вы знакомы, в принципе, с деятельностью Джимилева, я не буду на этом останавливаться. И, ну, это как раз человек, которого трудно назвать законом, ну, таким, ну, настоящий антисоветчик, да? В таком, экзистенциальном смысле слова, в правильном, да, в таком смысле. Ну, то есть у него иллюзии уже, вы поняли, с малых лет не было, потому что в 43-м году он родился, а через полгода он уже стал предателем, да? Ну, какие тут уже могут быть предателем родины? Какое может быть отношение к этой самой родине, да? Вот. Я об этом много писала, и поэтому дело это было очень длинное. Тоже, как исследователь, я немножко, ну, меня греет этот процесс, потому что огромная пачка документов была мной обнаружена в ГАРКе, в Государственном архиве Российской Федерации. И как раз ни о какой армии там речь не шла. То есть армия-то была совершенно формальный повод, а на самом деле уже черным по белому с первых же строк этого дела было вот написано в документе прокуратуры Узбекской СССР. Джамильев являлся активным участником нелегальной организации Союз Крымско-Татарской молодежи, ликвидированной КГБ в Ташкенте в 62-м году. Несмотря на проведенные с ним беседы, он не прекратил свои деятельности и с 63-го года пишет и распространяет материал националистического содержания под названием «Очерк истории Крыма». То есть вы поняли, да? Националистического содержания «Очерк истории Крыма». То есть все то, что касалось изучения истории крымских татар, являлось национализмом. Национализм в советское время был словом совершенно ругательным. И вот закончилось, это для него очень чревато. Я тут много-много пропускаю. И я оставляю только его речь на процессе. Значит, вы видите, да, что он сказал. И сотрудники КГБ взбешены тем, что мы собираем статистические данные о погибших на местах ссылки крымских татаров, собираем материалы против садистов-комендантов, которые издевались над народом флоды Сталинщины и которые в соответствии с уставом Неверского трибунала должны пристать перед судом за преступления против человечности. Ну, понятно, да. В общем-то, мальчику 23 года, но он уже зрелый человек. И совершенно понятно, что дальше его судьба будет складываться в этой стране очень сложно. И, в общем-то, так оно, в принципе, и случилось. И что здесь интересно, на что я хочу уже обратить ваше внимание, что суд проходил в мае 1966 года, когда в Уголовном кодексе еще отсутствовала вот та самая пресловутая статья 190. Распространение, 191, 190, часть 1, распространение заведомо ложных измышлений порочащих советский государственный и общественный строй, 190, часть 2, надругательством государственным гербом, и флагом 190, часть 3, организация для активного участия в групповых действиях, нарушающей общественный порядок, по которым впоследствии судили большую часть советских диссидентов. И статья 190, ее аналоги в законодательстве республиканском, была принята указом Президиума Верховного Совета только спустя несколько месяцев после суда над Джимилиевым. И, конечно, она была гораздо гибче, чем одиозная статья 70 антисоветской агитации и пропаганда, которая позволяла правоохранителям весьма расширительно трактовать наступление граждан в защиту своих прав. Но, в общем, движемся дальше. И когда мы говорим о выступлении таких, ну, мужественных одиночек, да, скажем так, все-таки здесь нужно сказать о том, что это было движение. И это, конечно, особый феномен, его массовость. И то, что, по сути, в национальном движении крымско-катарского народа участвовал весь народ, и это никакая не натяжка, это никакое не преувеличение. И где-то с начала 60-х, и особенно в середине 60-х, значит, ну вот, например, в 64-го действует неофициальное представительство крымских татар, которое занимается систематизацией передачей в правительственные учреждения писем и обращений. Существуют инициативные группы, существуют информации, то есть, по сути, это, ну, конечно, сам издатский, но это, в общем-то, средство массовой информации. И это средство массовой информации охватывает весь народ, ну, крымско-катарский. Ну, и если, как бы, сосед твой, например, русский, но он сосед, да, то и не только крымский татар. То есть, проблема крымских татар в условиях, ну, такой, тотальной цензуры, да, когда газета правду, ну, не могла бы там написать, конечно, но, тем не менее, сами люди распространяли вот этот самый СМС, да, и это было весьма действенное такое оружие, не случайно, потом тысяч километров, ну, у нас дома хранились информации национального движения. Как сейчас помню, полно дома, и сейчас они у меня там лежат. Вот, потому что небольшая община и вот небольшой такой центр, который был у нас в городе, да, и в любом населенном пункте, где было хотя бы там несколько десятков крымских татар, вот, всегда были эти самые материалы. И мы всегда знали, там, что случилось там-то, какой судебный процесс. И, конечно, честь и хвала этим людям, в общем, по сути, это и является, и было, и для нас теперь, это катаконная историография, это вообще колоссальный источник информации о том времени. Вот, плюс хроника текущих событий, да, которая, и, кстати, да, ну, наверное, многие знают, Наталья Горбаневская сказала, что информации крымско-татарского национального движения, по сути, послужили правообразом хроники текущих событий, да. И потом эти два источника, и для историков, и для тех людей, кто, ну, жил тогда, да, кто хотел где-то иметь какую-то информацию о событиях в Крыму, в Узбекистане, о том, что было связано с арестами, обысками, получали всю эту информацию вот из этих самых источников. Сегодня, ну, я считаю, что Александру Павловичу Лауту, мы должны, вот мы крымские татары, да, Григорен, Калавут, это те люди, которым мы обязаны, ну, по меньшей мере должны, когда будут хорошие времена, поставить памятник, значит, потому что это все-таки люди, которые распространяли информацию. Ну, я славу том, не посчастливилась общаться, это, конечно, был изумительный человек. И как он скрупулезно относился к каждому сообщению, как он его обрабатывал, сколько у него дома хранилось писем крымских татар. Это, ну, такой души человек, ну, я уже не говорю потом, о том, что знаменитый выпуск 1974 года, хроники текущих событий, к 30-летию депортации, он был полностью посвящен крымским татарам, он готовился Лауту и перепечатывала, ну, она так скромно сказала, я только была машинисткой, Людмила Алексеевна. И вот эти люди, которые действительно заслуживают, что называется, памятника при жизни, конечно, теперь уже этот памятник вряд ли в Крыму в ближайшее время состоится, но вот такие люди были, вот такие русские люди участвовали в национальном движении крымских татар. Ну, и тем не менее, конечно же, говоря о одиночках, нужно говорить и обо всем науке, да. И вот мы расскажем только, то есть я расскажу только о нескольких таких акциях движения, ну, например, недавно прошел фильм, да, о Новочеркасске, я его, правда, не смотрела, но его так активно анонсировали, да, вот о Новочеркасске события знают все, а вот все, например, знают о том, что происходило в 60-х годах в Узбекистане, как развивалось там крымско-татарское движение. Вот кто знает? Вот руки поднимите, ну, наши люди знают, только молчат, скромничают, но не важно. Ну, вот смотрите, да, буквально несколько акций, значит, с 8 по 18 октября 1966 года вознаменование 45-летия со дня образования Крымской ССР во многих городах Узбекистана прошли митинги собраний. Все они были разогнаны властями, сопровождались массовыми арестами участников, тысячи избитых, сотни арестованных на 15 суток, 17 осужденных на длительные сроки. Такой был исход этих праздничных мероприятий. То есть представьте себе, советская жизнь, прекрасная, затхлая, в каждом городе 16 памятников Ленину и 13 бюстов. И тут к этим самым памятникам, вот, например, в Байвандижане 22 апреля 1967 года Крымские татары Узбекистана пришли с венком, и там было написано Владимиру Ленину от изгнанных крымских татар. Вот, и что, ну, это я же цитирую документы прокуратуры, я же это не придумала, да? И тут, значит, по документам прокуратуры числится такая надпись. Работники милиции, дружинники предупредили собравшихся о том, что с такими надписями нельзя возлагать венки к памятнику Ленину. И преградили путь к памятнику. Ну вот и смех играет. Ну и, естественно, значит, все это сопровождалось, конечно, арестами. И в результате столкновений с сотрудниками милиции были арестованы Айдар Вилюла, Айпизера, Булджамиля, Басибасибулей, Ульвей Хаджаева и несовершеннолетний Абдувили Аблизизов. И что учинил этот негодяй малолетний? По сообщению прокуратуры, он, цитирую, «оскорблял и применял насилие в отношении дружинников и работников милиции». То есть там 13-14-летний мальчик применял насилие в отношении сотрудников милиции. Ну, в общем, естественно, все это для ребят закончилось плохо, потому что трое из перечисленных получили 3 года лишения свободы, Аблизизов 6 лет, а Хаджаев 3 года условно. А Аблизизов, этот вот, который малолетний преступник, который осуществлял насилие, вот он получил 6 месяцев заключения. Ну и, конечно же, узбекистанским властям это не нравилось, потому что, ну, кому интересно, тут такая тише благодать, ой, а тут у нас такая бомба замедленного действия. И из ЦК КП Узбекистана в Москву буквально сообщают, цитирую опять-таки официальный документ, положение среди спецпереселенцев из Крыма. Это 66-й год. 10 лет прошло после снятия режима спецпоселений. Но все равно в понимании властей крымские татары по-прежнему спецпереселенцы. Вот деталь, но неприятно. Вот где, например, неприятно читать. Приняло опасный характер. Они провели митинги крымских татар. В каждом из митингов участвовало от 100 до 200 человек, в том числе дети школьного возраста. Отдельные лица угрожают в случае отказа в решении крымско-татарского вопроса перейти к более острым формам борьбы, организовать забастовки, обратиться в ООН и так далее. Ну и, конечно, в этот период нужно сказать о том, что совершенно грандиозных масштабов достигла петиционная кампания. Я, опять-таки, в документах, в фондах президиума Верховного Совета СССР видела очень много обращений крымских татар за этот период. И я представляю, сколько их было на самом деле. Ну, потому что там экспертиза ценностей, конечно, происходит, да, и лишнее там убирается. Ну, какие-то документы, которые, ну, уже там много их, да. Вот. Ну, по официальным данным, значит, за 65-й январь 67-го высшие органы власти поступило около 53 тысяч писем и телеграмм для крымских татар. Ну, и, опять-таки, я это не придумала. Это справка президиума Верховного Совета СССР. И что делать? Во избежание серьезных политических эксцессов в год 50-летия октябрьской революции властям как-то надо решать крымско-татарскую проблему. Ну, и все-таки активность очень высокая, да. И, конечно, власти прекрасно понимают, что до 7 ноября 67-го года нужно принять какой-то документ, ну, такой документ, который и решал бы, и не решал бы, и заткнул бы крымских, ну, извините за такое слово, да, и заткнул бы крымских татар, и чтобы они при этом домой не вернулись. Ну, к тому времени уже крымско-катарскую проблему курировал сам Юрий Владимирович Андропов. Ну, и понятно, что, конечно, уж в чем-в чем, а в этом органы преуспели в том, чтобы вот такую видимость решения создать, да, проблему, то есть так решить проблему, чтобы ее не решить. Ну, понятно, да, мы и сейчас уже, то есть вы поняли, о чем я говорю, да. И, в общем-то, был принят указ о гражданах татарской национальности, проживавших в Крыму. И вот этот самый указ, собственно говоря, самая меткая и самая лаконичная, что было о нем сказано, было сказано, на мой взгляд, Петром Григорьевичем Григоренко. Самый лживый и лицемерный из всех принятых по крымским татарам указов. Потому что, с одной стороны, говорилось, что крымские татары, ну, во-первых, как бы снимались обвинения, как бы была реабилитация, да, то есть снимались огульные обвинения. Но на самом деле, на самом деле, вот эти самые граждане татарской национальности, ранее проживавшие в Крыму, да, ну, уже активисты национального движения уже по этим формулировкам поняли, что, скорее всего, ничего хорошего ждать от этого указа не приходится. И не ошиблись. Потому что в постановлении Президиума Верховного Совета СССР, которое следовало непосредственно за указом, цитирую, о порядке применения статьи 2 указа Президиума Верховного Совета 28 апреля 1956 года, говорилось, что граждане татарской национальности, члены их семей пользуются правом, как и все граждане, проживать на всей территории в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме. Но вот эти самые последние слова на самом деле оказались такими роковыми. Потому что в действительности никакого такого массового возвращения и дороги на родину указ не открывал. Вот благодаря вот этим самым двусмысленным формулировкам. И, естественно, многие крымские татары попытались, немедленно собрали вещи и отправились уже в сентябре 1967 года, там чуть ли не через 10 дней после того, как указ состоялся, отправились в Крым. Но ничего у них, у большинства ничего не вышло. И, значит, проблема была в том, что норма 9 квадратных метров на человека существовала, да, в Советском Союзе норма для, так сказать, покупки жил в площади. Но ничего этого было невозможно приобрести. И больше того, у местных властей была установка. Ну, не прописывать, да, под разными предлогами. И вот, как пишет Григоренко, мотаются бедные люди по Крыму в поисках невозможного. Ну и с особой жестокостью производилось за пределы Крыма в этот период выселение возвратившихся на полуостров крымских татар. И опять-таки хроника текущих событий сохранила как раз за этот период очень много случаев. Ну, например, 26 мая 1968 года 98 крымских татар поставили палатки близ поселка Марьино за чертой Симферополя. 27 мая в 16 часов палатки были окружены кольцом милиционеров, сотрудников КГБ и дружинников, около 250 человек. По команде подполковника Косякова стали валить палатки, хватать, избивать, вталкивать людей в автобусы. Все, кто находился в это время у палаток, в том числе, дети, женщины, инвалиды войны, в автобусах под охраной министерских машин, мотоциклов были доставлены в Симферопольское управление милиции. Оттуда группу татар в 38 человек, не дав им взять вещи и одежду, отправили в Баку. Четыре дня везли без хлеба и воды. В Баку силой били женщин, посадили на паром Советский Туркестан, собравшись в толпе, говорили, что везут врагов народа. 31 мая паром встретила милиция в Краснодарске. И чтобы... это только один случай. А этих случаев, как раз за этот период, в хронике описана масса. И чтобы каким-то образом сбить несанкционированный поток крымских татар, которые пытались поселиться в Крыму, был объявлен оргнабор. Это такой оригинальный способ решения крымско-татарской проблемы, изобретенный, опять-таки, в недрах комитета госбезопасности накануне принятия президента Бакуна Сайта СССР. То есть это была такая уступка власти, но уступка дискриминационная, оскорбительная и, по сути, приравнявшая людей представителям второго сорта. То есть, вот согласно оргнабору, попадали в эту самую группу счастливчиков, которые могли жить в Крыму. Крымские татары, которые не имели высшего образования, которые не участвовали в национальном движении. То есть это была очень небольшая группа людей. Ну вот, кстати, вот семья здесь присутствующая, Елефанта Чубарова, благодаря, кстати, вот этой уступке властей все-таки оказалась в Крыму. Ну это, если он захочет, может быть, он два слова скажет. Вот. Но, согласно, опять-таки, официальным данным, на 1 декабря 69-го года в области были прописаны 2365 лиц татарской национальности. 1241 человек взрослых и 1124 детей. То есть, речь шла всего о двух тысячах людей, которые, согласно, в кавычках, реабилитационному указу, смогли поселиться на родине. Ну вот такая это была в двух словах реабилитация. Ну, правда, значит, благодаря вот этому самому указу, многие люди, которые, ну, может быть, продали, уже жили в Узбекистане или решили осесть в Крыму, ну, в том числе вот и моя семья, ну, мы поселились на близких подступах. Кто-то в Запорожской области, кто-то в Терсонской области. И вот благодаря, в том числе, и этому указу, в Терсонской области сейчас проживает вот такое, ну, довольно значительное, число крымских татар. То есть, это те люди, которые не смогли в 60-х, потом уже в 70-х, в многих годах, поселиться на исторической родине. Но из событий важных для этого периода мы, конечно, должны отметить, значит, такое явление, как сближение национального движения с демократическим. И здесь, в общем-то, было, конечно, много общего. Во-первых, конечно, принципиальная установка на открытость. Опять-таки, вот тот самый диалог с властью, который пытались вести и диссиденты, и активисты национального движения. Конечно, апелляция к закону. И все это, в общем-то, сближало два демократические движения. Но точкой такого реального отчета исследователи считают 17 марта 1968 года. То есть, ну, понятно, да? Значит, и это у нас был день рождения писателя Алексея Костелина. Того самого, кто написал того самого, а таких людей было немного, да? По пальцам одной руки можно было перечитать. Защитников крымских татар, да? Вот Костелин написал свою знаменитую работу о малых и забытых. Она активно распространялась в самоздате. Была хорошо знакома каждому крымскому татарину. Это, я говорю, без всяких преувеличений. И у меня дома тоже хранится один экземпляр. Вот. И этот самый прекрасный человек вот написал такую работу. И был очень любим крымскими татарами, но уже был болен. И в ресторане Алтай в честь дня его рождения крымские татары провели, ну, такое празднество, торжество. И на нем присутствовал Петр Григорьевич Григорьев, который признавался, что, в общем-то, Костелин, собственно, и познакомил его и с крымскими татарами и с проблемой крымских татар. Ну, а роль Григоренко, наверное, говорит здесь излишне, да? Потому что если мы будем говорить о Григоренко, то уже мы часа четыре еще посидим. Вот. Но Григоренко здесь выступил и сказал буквально тоже, опять-таки, легендарно уже явлением, можно сказать, общедемократического движения, потому что все потом тоже вспоминали ее. И буквально следующее сказал, в борьбе не замыкайтесь в узконациональную скорлуху, устанавливайте контакты со всеми прогрессивными людьми других наций, обращайтесь за помощью к мировой общественности и международным организациям. И тогда же было решение провести массовую манифестацию. И такая манифестация произошла буквально через месяц, 21 апреля 68-го года в узбекистанском Чирчике. И опять-таки была приурочена ко дню рождения Владимира Ильича Ленина, который тоже, в общем, был почитаем крымскими татарами как отец крымской автономии. И, ну, в общем-то, это драматическое очень событие, потому что, в принципе, можно сказать, что после этого самого черчикского побоища проблема крымских татар действительно вышла и за пределы Узбекистана. И самое главное, что она, наконец, стала известна на Западе. И то, что вот эта изоляция информационная была прервана, это, конечно, в значительной степени достижение и заслуга московских диссидентов. Прежде всего, конечно, Григоренко, который сделал для того, чтобы проблема крымских татар стала известна в мире очень много. И опять-таки здесь важно, что в деле крымских татар впервые приняли участие московские адвокаты. Софрика Листратова, Илья Леонид Паков, Юрий Поздев, Владимир Рун. И вот сроки тюремного взрыва, ну, массовый характер, конечно, приняли аресты. Конечно же, вначале около 300 человек было арестовано, ну, 10 человек предстало перед судом. В общем, то есть массовое гуляние мирное людей закончилось, ну, настоящим побоищем. И вот это самое побоище здесь отражено на этой фотографии, тоже достаточно хорошо известный. Но сроки тюремного заключения, в принципе, возможно и благодаря очень квалифицированной, конечно, защите московских адвокатов. И, ну, конечно, здесь надо добрым словом вспомнить, прежде всего, Софью Васильевну Калистратову, которая тоже вот один из тех людей, который постоянно держал крымско-татарскую проблему в фокусе, да, своего внимания. И далее у нас, опять-таки, мы должны вспомнить политические процессы конца 60-х. И опять это связано с активностью и с несогласием крымских татар с теми решениями, которые были приняты в сентябре 67-го года. И вот этот массовый 10 подсудимых, судебный процесс, так называемый ташкентский процесс или процесс 10. Значит, здесь, так, секундочку, здесь не все. Значит, здесь на этой фотографии вы видите, значит, не все. Пять человек участников процесса. С краю Ролан Кадыев, Изет Хаир, уже покойный. Ришат Байрамов, рядом с ним справа, уже покойный. Внизу Изет Хаиров, ныне здравствующий, Редван Гафаров и Айгар Бариев, уже также покойный. И в этом процессе были арестованы две девушки, Мунире Халилова и Светлана Амитова, очень красивые, юные девушки. Ну, они воспринимали, ну, мне вот с Халиловой, с Мунире Халиловой доводилось общаться, они воспринимали это как должное. Да, арестовали прямо на месте работы. Она была акушеркой, 23-летняя девушка. Принимала роды, акушерка. Приезжают люди в штатском, солидные. Оказалось, из КГБ. Привезли в Ташкент. Оказалось, допросили, предъявили санкционарист. Посадили в тюрьму, в ташкентскую тюрьму, КГБ. И она там несколько месяцев сидела, ну, до суда. Потом оказалось, что вот у нее тут еще 9 подельников. Вот. И все она об этом так буднично рассказывает, потому что виновными мы себя не чувствовали, мы всего лишь хотели донести правду о положении крымских татар. Мы же ничего такого не делали. Вину не признали. Ну, все равно получили. Девушек отпустили. Ну, они уже там 7-8 месяцев провели. Вот. А, значит, получили по 3 года, по 3-2,5 года получили Ролан Кадыев, Изет Хаиров, Ришат Байрамов. И вышла книга, ну, наверное, многие ее видели, «Ташкентский процесс». В Эмстердаме вышла замечательная работа для историков, да, особую ценность представляет, потому что там публикуются еще и речи. И что интересно, там были люди, которые буквально записывали процесс. И как эта книга появилась, собственно говоря. Вот если бы таких людей не было, то мы бы и не узнали, что там происходило. Опять-таки, вот мы говорим о массовом характере, да, таком, ну, движении, да, о том, что участвовали все. Вот кто-то сидел, а кто-то писал, кто-то документировал, кто-то передавал там за границу, кто-то коммуницировал там с Григоренко, к примеру, да. И вот это была такая общая работа. Ну, в общем, значит, следующий процесс, о котором, конечно, надо рассказать, потому что вот Илья Добой, да, человек, который, ну, судьба его очень трагична, наверное, многие из вас его знают, который тоже волею и судеб оказался вовлечен в крымско-татарское национальное движение. Он, в принципе, ну, просто был глубоко порядочный, честный человек. И, ну, у него хранились документы движения, вот по той причине, о которой я вам сказала, что уже была активная такая коммуникация, общение, и у него тоже обнаружили при обыске документы национального движения. А потом его дело было приобщено, ну, то есть объединено с делом Устапы Джимилева, да. То есть Габарь был арестован 19 мая в Москве, ну, опять-таки, после обысков. Да, а 7 мая был арестован в Ташкенте Григоренко. А Григоренко направлялся в Ташкент, ну, опять-таки, до сих пор неизвестно, кто его туда, собственно говоря, пригласил, потому что есть все-таки подозрение, что это был, ну, то есть понятно, что это был звонок такой не случайный, но, то есть это был уже звонок, чтобы его арестовать втихую, что называется, в провинции, в Ташкенте. Ну, опять же, у меня есть подозрение, кто это мог быть и чей-то был звонок, потому что есть тоже в национальном движении у нас еще один человек, он не тоже здравствует, который называет себя Дрогов Григоренко, но на самом деле он никаким ветераном национального движения, он не является, а скорее ветераном органов. Но это уже история, которая вот мы после декоммунизации и открытия архива, дай бог мы узнаем все эти славные в кавычках имена. И уже после ареста Григоренко вскоре был арестован и Илья Габай. И состоялся суд. И, в общем-то, таким образом Илья Габай тоже стал, по сути, активистом национального движения и был приговорен к трем годам исправить на трудовой колонию общего режима, а Мустафад Жемилев к трем годам строгого. И такая строгого режима, но он уже был рецидивист, да, это уже все-таки был его второй процесс. И суд состоялся в январе 70-го года. Ну а дальше, собственно говоря, уже, наверное, немного нужно, да, сворачивать информацию. Что такое 70-е годы? Да, 70-е годы, это, конечно, наверное, можно говорить о том, что национальное движение уже существует в период реакции, усиления репрессий. И, конечно же, в общем, конец 60-х показал, что власть не собирается ни перед чем останавливаться, что будут обыскивать, арестовывать, сажать, сажать намного, сажать и молодых, и пожилых. И примерно вот на каждый год 70-х у нас приходится хотя бы один громкий политический процесс, связанный с крымскими татарами. Суд над Альшеислих Муратовой, которую вы, наверное, все знаете, и Ленуром Ибраимовым. Ленур Ибраимов был наполовину русский. Его семью не депортировали, вот по этой причине. Мама была русская. Но когда в 67-м году крымские татары стали массово возвращаться в Крым, он настолько проникся крымско-татарской проблемой, что писал настолько трогательные письма, настолько он, ну, то есть понятно, что он всегда чувствовал, что он крымский татарин, да, но настолько это стало его, что его стихотворения, ну, что называется, ходили уже по рукам. Ну, кому это очень интересно будет, потому что мне эта фигура тоже очень дорога. Тот может на Крымреале посмотреть мою статью как раз Алинории Ибраимовой, там дивные строки. А Альшеислих Муратова, значит, была арестована тоже в 71-м году. На тот момент она была уже арестована второй раз. И первый раз ее арестовали в конце 66-го года, посудили вот как раз в мае 67-го года. И вот она и еще два ее подельника, об одном из них говорить мне не очень хочется, ну, потому что этот человек, в общем-то, ну, примерно то же самое, что Глеб Павловский для диссидентского движения. Вот. И поэтому я даже не хочу называть его имя, потому что его и покаянное письмо есть в фондах, и я о нем писала, и потом на меня, в общем, вылилось много ушаток грязи. Ну, это, в общем, люди, которым ну, еще история свое место отведет. А вот Айшеислих Муратова вела себя безупречно, но в связи с подготовкой реабилитационного указа в 67-м году, после 9 месяцев в Лефортовской тюрьме КГБ, их всех отпустили, троих. Ну, она уже через месяц уже отправилась на встречу, значит, с Андроповым, с Щелоковым, была такая встреча 20-го или 67-го года, накануне принятия указа, и она уже там была, и много, видимо, такого сказала, что не очень понравилось Андропову, и в скорости ее арестовали. И вот эти самые люди в 71-м году, значит, также были арестованы, Ленур Ибраимов, ну, естественно, за свои стихи, ну, а Айшерте за вот эту свою непрекращающуюся деятельность в качестве активиста национального движения, и, значит, он отбывал свой срок, значит, в лагере под Ташкентом, а она отбывала срок в мордовских лагерях. Ну, и Айшерте, она человек, кто с ней общался, знает, да, человек замечательный, она, опять-таки, очень об этом буднично рассказывает, героиня себя не считает, в лагере нормально работала, все у нее было хорошо, и она считает, что, в общем-то, она и села, что называется, по делу, да, ну, потому что она никогда от Родины и от своих взглядов не отрекалась. И таких людей, цельных, да, в движении было, ну, на самом деле, не так много, потому что, ну, так, чтобы после первого ареста человек остался в этой, ну, опасном, в этом опасном деле было, ну, в общем-то, ну, не так много. Ну, и еще об одном человеке я хочу рассказать, потому что Джапар Акимов был одним из тех людей, кто стоял у истока национального движения, то есть уже с 56-го года он подписывал письма, он участвовал в движении, и этот человек, конечно, ну, в значительной степени замечательный, потому что он работал перед войной в Крымгизе, в Наркомфросе, в газете «Красный Крым», ну, естественно, был членом партии с 39-го года, и, в общем, был одним из самых высокопоставленных и уважаемых людей национального, и в национальном движении, и, можно сказать, среди, ну, вообще в народе, да, и в октябре 66-го года, за вот эту свою деятельность, он был исключен из партии за, ну, я опять цитирую партийный документ, за националистическую пропаганду среди крымских татар и разжигание национальной розни. И в справке приемных везидемом Верховного Совета СССР он был назван среди самых активных сторонников возвращения в Крым, но на беседе в Бекабадском горкоме в апреле 66-го года заявил, что будет продолжать действовать до тех пор, пока не добьется организованного возвращения татар в Крым. Ну, и мы с вами понимаем, даже по сегодняшнему, что вот если ты занимаешься столь целенаправленно и интересуешься судьбой своего народа, борешься за его права, то результат может быть только один – арест. И, в общем-то, так оно и случилось. И в 1972 году он был арестован, и это был уже очень умудренный жизнью человек, ему было 63 года. На суде он вел себя в высшей степени мужественно. Все то, о чем он говорил в обкоме, все то, о чем он говорил, на собраниях активистов движения, он повторил и на суде, и он получил то, что ему полагалось – 3 года лишения свободы в исправительной трудовой колонии общего режима. И отбывал свой срок в Хабаровске, естественно, в самых теплых краях. И освободился в 1975 году, и вот действительно таких людей было не так много. Конечно, надо назвать здесь имя Решата Джимилева, который также был арестован в 1973-1979 годах. И была совершенно замечательная такая акция, демонстрация семьи, 6 июня 1969 года, где семеро крымских, так, семеро или шестеро, можно посчитать, да. Вот вышли на площадь Маяковского, развернули плакаты, где было написано «Свободу генерала Григоренко», «Да здравствует Крымская ССР», «Верните крымских татар на родину». Ну, естественно, их очень быстро сгребли и отправили, ну, поскольку происходило Будапештское совещание коммунистических партий в это время в Москве, их не арестовали. Но всех последствий арестовали, да, то есть тогда их отправили в места, по местам жительства, а последствия арестовали. Ну, вот один из них был Решат Джимилев, его посадили в 73-м и потом уже в 79-м году, и вот этот как раз человек очень активно коммуницировал, общался с диссидентами с московскими, и с Павлом Литвиновым, и, естественно, с Григоренко, и с Петром Якировым, и, ну, в общем, со всеми-всеми. Ну, и, значит, здесь, конечно же, за недостатком времени, они, нет, в двух словах я должна сказать, поскольку это мои земляки. Значит, то, о чем я говорю, национальное движение существовало в тех или иных формах, да, и персоналиях во всех местах проживания крымских татар. И в 73-м году были арестованы вот три моих земляка, Эскендер Куртумеров, Эбазир Халиков и Эрианет Рамазанов. То есть после одного из собраний крымских татар в Мелитополе, вот произошли эти аресты. Ну, Эскендера, да, я хорошо знала, он много раз общалась с ним. Конечно, это, вот, этих людей я, а, Рамазановая тоже знала хорошо, он тоже ваку патриотичный, конечно, очень правдивый и, конечно, очень смелый. Ну, вот, это такие тривиальнейшие характеристики, которые я им даю, на самом деле абсолютно правдивы, потому что заниматься тогда вот тем, чем они занимались, и потом пошли в лагерь, и потом продолжили это всю свою деятельность, это было дано далеко не всем. И сегодня мы уже это понимаем, когда, в принципе, ну, сами с этим столкнулись, да. Так, ну, у меня тут на повестке дня процесса Мустафы Джамилева. 74-й, 76-й, 79-й, 84-й, 86-й. Сами прочитайте. Потому что, понятно, да, что это абсолютно героический человек, что, ну, таких героев, я здесь, мое мнение случаясь, никого не интересует, но когда об этом говорит Владимир Константин Жбуковский, и когда он говорит, что таких мужественных людей, как Мустафа, я могу назвать по пальцам одной руки и называет, значит, ну, буквально, действительно, там, Мустафа и дальше, там, и все, по сути, да. Вот. И поэтому, конечно, мы понимаем, что это был абсолютно осмысленный протест. На всех процессах он вел себя вот так, как и подобает, ну, на таком, знаете, ну, не харизма, харизматическому, конечно, лидеру, но человеку, который, ну, понимает проблему, проблему, ну, глубже некуда, да, и опять-таки об этом можно много говорить, ну, я писала об этом много, вот сейчас опять на Крымреалиях выйдет, сегодня у нас 16-е, вот как раз два дня назад была годовщина Омского процесса, когда судили Мустафа, и это было в 70, значит, 70, 70, 70, вот эта самая знаменитая голодовка, да, 303 дня, это как раз связано с Омским процессом, и при принудительном кормлении, ну, вы знаете, да, слышали, наверное, что это самая длительная голодовка в мире вообще за все существование человечества. Вот это как раз этот самый Омский процесс, и два дня назад у нас была очередная годовщина, кому это интересно, не сегодня, а завтра, посмотрите там, ну, вот в моей этой колонке на Крымреале, там все подробно, там его речь, там все это черно-по-белому видно, и вот как раз это было, сколько же это лет, 76-й год, 14 апреля, вот это было вот именно в эти числа. И, конечно, я должна обязательно сказать, вспомнить Мусу Мамута и его знаменитое и очень печальное событие самосожжения Мусы Мамута, который в знак протеста против преследования крымских татар в Крыму поджег себя самосожжением. Наверное, многие из вас слышали, и это, ну, вот такая трагедия, одна из, значит, таких очень масштабных трагедий, и есть замечательная поэма русского писателя, поэта, человека, которого я считаю, ну, наверное, одним из самых, я думаю, что это, когда выйдут его произведения, но я уже читала рукописи, и мне приходилось заниматься публикацией его стихотворения Григория Матвеевича Александрова. Знаете его, это имя? Григорий Матвеевич Александров, вот Андрей знает его, нет? Вот, это абсолютно уникальнейшая личность, писатель какого-то невероятного таланта литературного, да, но это еще и человек, да, который чужую боль, боль чужого народа воспринимал как свою. Я считаю, это мое субъективное мнение, со мной, может быть, многие не согласятся, что лучший рассказ о депортации написал русский писатель Григорий Александров. Рассказ называется «Год изгнания». То есть человек, который это не прожил, он просто общался со своими соседями, он написал так, что, ну, я, честно говоря, делала тогда программу о нем, я не могла цитировать это произведение, настолько оно брало вот за живое, да, за душу. Ну, опубликовано, уже можете, в принципе, найти, по-моему, даже в сети есть. И, конечно, о Мусе Мамутия Александров не мог не написать, потому что это событие потрясло абсолютно всех крымских татар, и, конечно, как только это случилось, все об этом узнали, вот, благодаря, ну, нашим, таким самым издатским формам коммуникации, да, нашим такому СМИ, средством массовой информации, значит, там, отчеты, это называлось по-разному, отчеты, информации национального движения, ну, суть вы поняли. Естественно, такие люди, как Андрей Дмитриевич Сахаров, немедленно вообще отправили письмо Брежневу, но, естественно, все было верно сказано, но тут, собственно, вот цитата из письма, ну, понятно, да, от Брежнева, что можно было ждать от Брежнева хорошего. И что здесь нужно сказать? Еще такого, что, ну, говорить, собственно, об этом можно много, я просто сейчас, сейчас просто вехи хочу назвать вам еще, ну, и, собственно, давайте так, новый подъем национального движения, конечно, уже связан с перестройкой, и тут уже, конечно, крымские татары поняли, что если сейчас мы себе родину не вернем, то она, то никогда мы, в общем-то, и не вернемся. И поэтому здесь уже, несмотря на все эти, значит, обращения во власть, апелляции, опять-таки, к Горбачеву, все это, в общем-то, здесь можно было уповать только на себя, и в 87-м году летом крымские татары провели массовую акцию в Москве. И многие знают об этих событиях, и тогда, вот даже моя московская подруга рассказывала мне в пору нашей учебы, как она впервые узнала о крымских татарах, как раз благодаря этим акциям, как родители говорили, не выходите из дому, боялись отпускать даже в школу, потому что по Москве бродят какие-то страшные крымские татары, а на Красной площади у них вообще там что-то происходит. Да, и представьте себе удивление моей подруги, когда она увидела первую в своей жизни крымскую татарку, ну, которая прочитала те же книги, что и подруга моя, и мы с ней прекрасно и сейчас дружим, ну, в общем, это уже другая история. Ну, и есть такой, все, последнее. Есть такой миф, что Горбачев вернул крымских татар на родину. Не верьте. Крымские татары, все документы связаны с этими решениями и с личностью Михаила Сергеевича свидетельствуют о том, что он точно так же был против, как и все политбюро, может быть, более либеральную позицию занимал Александр Николаевич Яковлев. Вот. Просто крымские татары, ну, по сути, саморепатриировались. И уже, ну, процесс уже, что называется, настолько основательно пошел, что уже остановить этот поток было невозможно. И с конца 89-го года можно сказать, что уже крымские татары стали жить в Краме. Не все, к сожалению. Есть еще и те, кто не вернулся, но это, в общем-то, уже не суть, да. Важно, что большая часть народа теперь живет на своей исторической родине. И дай Бог, несмотря на многочисленные опасности, с которыми мы связываем сегодняшнюю ситуацию, значит, крымских татар и, значит, их отношения с нынешней властью, тем не менее, мне очень хочется верить, что все-таки не будет массового исхода, не будет депортации, не будет политики выдавливания, то, что было в 19-м столетии. Ну, хотя, если честно, я не очень большой оптимист, но лучше не будем огрозить, тем более, что, в общем, сегодня у нас 21-й век. И уже нет такой, по крайней мере, информационной изоляции. Спасибо вам за внимание. Я жду ваших вопросов, если таковые имеются.